...назывался в этом числе. Вот как раз мы и отправляемся с вами в Лондон, чтобы посмотреть за типичной для лондонцев контратакой. Смотрите, вчетвером против двоих Охс Чемберлен мимо ворота, надо же так. А остань пяткой, да, сейчас Косорли. Он идет вторым темпом, Чемберлен оставил бы красиво, просто пяточкой, аккуратненько мяч, и уже пролетел бы защитник, и Косорло бы тогда из более удобной позиции уже расстреливал голкипера Роберта Хименуса, кстати, своего соотечества. Охслейду и Чемберлену как-то между собой надо было разобраться, кто же тут играет, в итоге Охслейд бьет, а Чемберлен, наверное, подумал бы о пасе своему партнеру, но и здесь цепко сыграл защитник, молодец, что вытроил в эту зону и заставил Чемберлена бить по воротам. Вот у Челси отметим, что Икер Косилис сегодня стал единоличным рекордсменом Лиги Чемпионов. Он сегодня проводит свой 152-й матч в этом турнире. Хави, который с ним шел вровень, теперь уже в Лиге Чемпионов вряд ли, наверное, сыграет, потому что уехал на ближний Восток, там доигрывать и уже затем заниматься менеджерскими функциями. Буквально под копирку выписано, только чуть больше соперника на половине поля, но это ни в коем случае не смущает Тео Уолкота, который запутал финтами защитником, кстати, который сегодня, да, смотрит. Очень внимательно, лайн. И мы видим как раз Олимпиакос в атаке, между прочим. Вот так греки, бабах, но здесь никаких проблем, а спина своим ростом не пригодился. Надо вылавливать уже за пределами поля. Хорошая комбинация, можно было и Камбясо вставить, дать пробить ему, по старой памяти, но ничего, вот твой друг Фортунис бьет поворотом. Но здесь Фортуна от него, к сожалению, отвернулась. Он приехал в гости Олимпиакос, и вот, пожалуйста, разыгрывает свой угловой греческий клуб. Передача под удар, удар, рик, опа, 1-0, 1-0, и сумасшедшая радость Пардо. Может быть, английскую премьер-лигу надо закрывать? Но еще не вечер. Еще не вечер, как раз. И болельщики. По-моему, был рикошет от Чемберлена. Вот здесь удар, и, да, вот небольшой рикошет, и мяч меняет направление движения. Но мяч точно летел в руки колумбийцева в спине, да, 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 да. Здесь, конечно, врата. Просто был уже дезориентирован. Реакцию Арсена Венгера и его команды на пропущенный мяч от Олимпиакоса пока, ну, так, как-то не по-арсенальски. Они держат мяч на своей половине поля. А вот здесь уже, когда мяч перекатывается за центральную кругу, и какая атака? Удар, 1-1. Есть вопросы? Нет, нет. Это я сейчас сам себе ответил, но тебя пока не спрашивал. Волкот, 1-1. Мюстер Арсенал отыгрывается. Хорошая атака через левый фланг. Вот почему Роберто Хименес этот удар не отбил и не спас свою команду. Здесь обсайда не было. Волкот был в правильном положении. И вот, видишь, как-то корявенько, по-моему, с этим мячом встречался. Галкипер по этому и мяч нырнул, юркнул в сетку ворот греческого клуба. Ну, и отметим, конечно, очень хороший пас, своевременный пас от Олекса Санчеса. Я не понял, был там рикошет от ноги? Играет друг Истанка Михайловича Фортунис. Сейчас как раз мы его и ловим взглядом в центре штрафной. Да, он подает. Вот он! И что было? А, смотри на арбитра, ГАЭК, все. Гол! Ребят, гол! Разбираемся. Не зря же мы про Фортунис говорили. Там забросил себя спины мяча или... Показывает Орбита, да, вот примерно столько, как говорят, про рыбу, да, когда ловит. Вот такую поймал. Вот здесь, как говорится, столь. Яс, да. Да, вот здесь столько примерно было от линии ворота мяча, нырнул туда. Ну, это спина, давай смотреть. Фортунис, круто закрутил, Фортунис забил. Или о спине засчитает. Не знаю, потому что Фортунису надо засчитывать. Ну, заносит мяч в ворота. Ну, за вот здесь хорошо видно. Да, хорошо видно. Хорошо видно. И 2-1. Олимпиакос! Олимпиакос на Эмирейтс! В Лондоне, хотя, вот на этом повторе кажется, что и коснулся линии. Если мяч чуть-чуть касается линии, то это уже не гол. Вот она нужна, система определения. Мы вновь. Лондон Эмирейтс. Удар с дальней дистанции от Сантика Сорла. В порядке Роберто Хименес. Снова Арсенал прессингует, мяч отбирает. Хороший перевод на левый фланг. Здесь Алексей Санчес. Мимо. Чем ответит Зенит? Этот вопрос, который Геннадий Сергеевич Орлов задает в последнее время довольно часто. Потому как игра питерского клуба заставляет его использовать... Он давит на ворота Роберто Хименеса. Мяч на правом фланге. Хорошая атака через центр. В окружении четырех соперников оказался Алексей Санчес. И один-одинешенник 2-2. Арсенал сравнивает счет Алексей Санчес. Какой же коридор ему сделали и партнеры, и соперники. Смотри, он сломя голову побежал к центру поля. Играть еще времени достаточно. И надо побеждать. Ты же дома, ты же против Олимпиакоса. И вот момент филигранной пасты у Уолк. Это 2-2. Такой чисто британский гол, да, с таким давлением. На свидание мы его продавили практически, да. Потому что вроде бы уже атака захлебнула с Арсеналом, но она потом накатила вторым темпом. И Санчес Пиакос пропустил. Пардо и Аспина все-таки, да, засчитали гол они Фортунису. А сейчас Фортунис бьет Мертезакер на пути мяча Камбьясо. Пардо, прострел и 3-2. Да что ж ты будешь делать с этим Арсеналом? Альфред Финнбогасон, Исландец. Снова Олимпиадов впереди. Наглядно продемонстрировано вот крупным планом этой замечательной женщины. Удар Фортуниса блокируется. Хорош Камбьясо, хорош Пардо, который бы здорово прострелил Лейфин Богоссон. Забивает такой настоящий исландский гол. Вот если гол Александра был британский, то вы здесь исландский. Ну а что тут? Ну смотри, ну как переправил. Амертезакер, ну что это такое? Здорово переправил по-исландски. Сейчас исландцы в полном порядке уже гарантировали себе место на Чахареке Европы. Почему бы их не попали? Ну хорошо, да, вот так воним. Амертезакер. А в Лондоне здесь 2-3 проигрывает команда Арсена Венгера. Озил! И добивание! По своим воротам люди не бьют. Главное не заметил, между прочим. Что происходит с английскими командами в Лиге Чемпионов? В полноги играть против Олимпиадкоса ни в коем случае. Тем более, что есть поражение в первом туре.